Зачем он это делает и почему надо делать именно так, а не как-то иначе. И значение такого подхода, оно колоссальное на самом деле, потому что люди, которым вы делаете, которым вы рассказываете о компании, которых вы приглашаете к себе, им важно понять, насколько их выбор будет правильным с позиции эффективного использования своего времени, финансовой выгоды, имиджа и наработанного авторитета. И это будет важно всегда для тех людей, которые относятся к себе с уважением. Другой пример цельного подхода Валеры Руфицкого это подход к пониманию такого, что такое команда. Он всегда говорил, что успех командной работы зависит не только от того, что цели одни, а еще как эти цели достигаются, а именно должна быть единая тактика и стратегия, объединяющая тех людей, которые приносят прибыль компании. И здесь есть три базовых момента. Первый базовый момент это что же за люди, на которых собственно все держится. Вот в то время не было такого понятия, как прибыль и образующий человек. Было понимание того, в кого надо вкладываться. Было понимание того, с кем надо стать единомышленником, с кем надо стать единым целым в своем желании чего-то достичь или реализовать какие-то свои желания через ту систему, в которую ты пришел. А если переводить на современный язык, то Валера говорил, я думаю, он меня поддержит, он говорил о том, что прибыль и образующий человек это не тот, кто руководствуется сиюминутной прибылью, а тот, кто способен создать саморазвивающийся потребительский рынок, состоящий из людей, мотивацией которых является сермяжная истина. Мне выгодно, мне выгодно вкладывать свое время, свои способности, свой авторитет, свой опыт, интеллект в эту компанию. Я и компания, это должно быть одно и то же, это должно быть едино. Вот на это мало кто обращает внимание. А на самом деле это фундамент, основа эффективного взаимодействия. Вот давайте представим себе человека, который не озабочен этим единством. У них особая мораль, у них особая масштабность мышления. Ну, что говорить, если говорить о масштабности мышления, то такая мизерная. Если говорить о морали, об ее особенностях, то она заключается в том, что человек не думает, он не думает о тех, кто с ним рядом. Он не думает о той системе, в которую он пришел, где-то пытается, и там, где он пытается сделать нечто, что, возможно, сделает его счастливым. Ну, по крайней мере, его ощущение такое. Он думает только о собственной выгоде. Ну, что это за люди? Я думаю, вы их встречали. Это люди, которые переподписывают других людей. Это люди, которые воруют клиентов. Это люди, которые обещают вылечить от рака только для того, чтобы продать банку корня лопуха. Это люди, которые делают корректировку отчета за пять минут до закрытия сайта, то есть ночью, не думая о том, как это отразится на тех, кто кушает. Это люди, которые думают, только о себе. И драматизм ситуации в том, что вот такая мораль, она разрушительна для всех, кто участвует в этой игре. Для всех. В том числе для этого человека, который это делает. И необходим элемент просвещения, обучения, и разъяснения. Вполне возможно, что это не поможет. И вы не поменяете масштабность мышления и мораль этих людей, которые так делают. Но вы, по крайней мере, попытаетесь перевести стрелки ответственности на них и покажете, чем это закончится. А закончится это плохо для всех. И для тех, кто это делает. И для тех, кто рядом с ними. И это серьезно всегда отражается на самой компании или на системе, в которую этот человек пришел. Понятно, что эти люди не смогут создать команду, потому что в их опыте нет вот этой вот заботы о том, кто рядом. Понятно, что эти люди не заработают деньги на удовольствие. Это будут всегда деньги только на хлеб. И если говорить о Валере, то он всегда говорил так. Весь мир держится на честном слове. Он ненавидел мышкование. Он ненавидел мышкование во всех его проявлениях. Будь это процессы, какие-то идеи ведения бизнеса. Будь это в отношениях. И если продолжать эту мысль, то если мы хотим выжить в современном мире, а выжить это значит быть конкурентно способными. И в этой индустрии должна быть единая культура. Это четко заданные нормы поведения. Это не нечто застывшее. То, что вот случилось, нарисовалось, и так будет всегда. Нет. Он развивается. Он может в минус идти, он может в плюс идти. Он разный. Но первое впечатление, первое впечатление, которое весьма трудно исправить, иногда практически невозможно, настолько оно фатально, складывается из двух моментов. Из каких? Вот вы приводите человека в офис. А этот человек, он ничего еще не знает. Он приходит в новое пространство. А наша натура человеческая, наша суть, так природой заложена, но боится всего нового. Очень мало людей, которым интересно, что там за поворотом. Таких людей действительно мало. Это особый уровень внутреннего развития. Большая часть людей боится нового, боится перемен, потому что базовая потребность каждого из нас, это безусловно безопасность. И вот вы приводите нового человека в офис. Он заходит, у него определенное напряжение. Он не знает, куда он идет. Он может только фантазировать. И заходит, у него включаются какие процессы? Процессы оценки. А индикаторы культуры какие? Кто встречает? Как встречает? Как одет? Вопросы воспитания, вопросы границ, как эти люди говорят, как они смотрят. Есть ли запах безграничности или наоборот, это определенный стиль общения, который очень привлекателен. Есть ли запах денег? И пошел процесс оценки. Хорошо ли ему здесь? Комфортно ли ему здесь? Приятно ли ему здесь? Хочется ли ему присоединиться? Потому что он, если он рассматривает компанию как то пространство, в котором он будет развиваться? Будет ли он ему принадлежать? И нравится ли ему это? Хочет ли он принадлежать к этому пространству? Или наоборот? И тогда человек, если хочет, он говорит, Господи, как там хорошо? Мне там хорошо. Это те люди, которых я как будто бы знал всегда. А именно это создает ощущение безопасности, как будто бы я их знал всегда. Мне хочется быть с ними. Либо наоборот. Он говорит, ужас. Это ужас. Бросаются под ноги. Спрашивают, вы лечиться пришли или работать? Вы ко мне или не ко мне? Так задали вопрос Тамаре Руфицкой. Когда она сказала, не ко мне, сказали, точно не ко мне. И это очень важно. Это практически невозможно изменить. И второй момент, из которого складывается образ компании, это, безусловно, сам человек, который приглашает. То есть, когда мы сдаем информацию, мы, каждый из нас, именно тот, кто приглашает в первую очередь к себе. Вот об этом мало кто задумывается. А на самом деле это так. Каждый, кто делает коммерческое предложение, приглашает именно к себе. А потом уже идет компания. И об этом нужно помнить всегда. Делаете ли вы коммерческое предложение? проводите вы презентацию, рассказываете вы о продукте или о своих достижениях. Об этом нужно помнить всегда, что в этот момент вы формируете образ. Образ той компании, в которую вы сами вкладываете свое время. Это единственная ценность время и свои силы, и свой опыт. И приглашаете туда других людей. Валера создавал завораживающий образ. Знаете, у каждого, если можно так сказать, поколения свои трудности. И первым было очень трудно. Им было в какой-то степени, в каком-то направлении было несоизмеримо труднее, чем нам. Нам несоизмеримо труднее, чем было им. И это естественно. Но вот несмотря на все трудности, они были и в том числе материального плана, Валера создавал образ завораживающий. Я помню, когда я рассказывала о нем, такой, знаете, мэн, там длинное пальто, тогда у нас мужчины вообще пальто не носили. У него такое длинное пальто, почти до пятки, вот такой мобильный телефон. эти усы, этот пристальный взгляд. Я когда рассказывала своим знакомым, у них возникало непреодолимое желание посмотреть, что же это за мужчина. Да разве такие бывают? Не надо было никаких слов на самом деле. Это очень важно. и сейчас я вам открою самый главный, наверное, его секрет. секретовая мотивация его влияние на людей. Это глубочайшее убеждение в правильности того, что ты делаешь, как ты это делаешь, какому результату ведут твои действия, готов ли ты нести за это ответственность на самом деле. и это должно быть внутреннее убеждение, потому что вы можете оказать влияние на человека только в двух случаях. Это к культуре имеет отношение звонок. Только в двух случаях. Знаете, я не помню, кто это сказал, но мне эти слова очень нравятся и я считаю, что они очень правильные, очень точные. А слова звучат так. Если вы пытаетесь оказывать влияние на других людей, то это наглость. И если эта наглость не подкреплена постоянным саморазвитием, то это ведет к разрушению. так вот первый момент это постоянное саморазвитие для того, чтобы вы имели моральное право оказывать влияние или пытаться оказывать влияние на других людей. А второй момент, без которого однозначно ничего не получится, если то, о чем вы говорите, не является вашим внутренним чувствованием историей. Той историей, которую вы пытаетесь нарисовать. У Валеры это было внутреннее убеждение. я поздравляю вас с 17-летием компании и я желаю вам, чтобы вы всегда очень конкретно знали, чего вы хотите, чтобы вы всегда очень конкретно знали свои сильные стороны и свои слабые стороны, чтобы у вас первое, что происходит, когда мы точно знаем, чего мы хотим. Вот когда мы знаем точно, чего мы хотим, у нас появляется образ. И если есть образ, тогда энергия нашего желания вливается в этот образ, и человек начинает делать все для того, чтобы это реализовалось. Для чего нужно знать свои слабые и сильные стороны? Для того, чтобы вам было на что опираться, когда вам будет трудно. А вам будет трудно это истина. Для чего нужно знать слабые стороны? Для того, чтобы знать, что же нужно менять и в чем нужно совершенствоваться, чтобы оказывать влияние на других людей. С праздником вам! Спасибо! Ирина! 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 Здорово! Мы можем оказываться жизнью так продолжать. А вот сейчас перед вами выступит такая замечательная женщина. Я думаю, сейчас вы точно угадаете, кто это. Она... Ну, чихо вы! Дайте мне сказать, что человеку доброе слово. Пусть не скупается немножко в этом. Человек очень активный, человек очень импульсивный, человек, знаете, такой эмоциональный, человек, который, ну, очень многогранная женщина. Она хочет охватить вообще, по-моему, необъятное, как мне кажется. И то хочется, и это, и так, и это. Ее еще и руки золотые, да, при этом. Знаем такую женщину. А Костя что? Алзерова Ирина! Алзерова Ирина! Ну, пока! Дорогие друзья! Не очень легкая задача выступать после песен, танцев и таких выступлений. Но я надеюсь, что я справлюсь. Валеру Руфицкого я тоже знаю достаточно давно. Примерно, ну, чуть больше 17 лет. Наше знакомство произошло на Карамзина 53. Вы знаете, что это задница. Это адрес Татьяны Ивановны Новоселовой. Я была в другой сетевой компании. Так, средне по нашим меркам была успешна. Когда меня среди огромного количества людей нашла Татьяна Ивановна Новоселова, сделала предложение, от которого я не смогла отказаться. Она сказала, что в ближайшее время в нашей стране, уже дальше можно было не продолжать, это уже был масштаб, это уже был уровень, уже надо было соглашаться. Но я решила дослушать до конца. В нашей стране появится первый продукт, который будет распространяться путем сетевого маркетинга. Я оставила достаточно приличный доход в той компании для того, чтобы начать с Татьяны Ивановной с нуля. Я занималась у Татьяны Ивановны рекламой, будущей рекламой будущего продукта. Уж как получалось, не мне судить, наверное, даже очень плохо у меня получалось. Но я не маркетолог вообще. Но именно туда пришел Валер Аруфицкий когда-то. Я не знаю, зачем он пришел. Наверное, это судьба. Так мы и не вспомнили потом, о чем он хотел поговорить. Но он спросил первый, сам виноват. Он спросил, а что ты здесь делаешь? На Киарамзина 53, потому что кто-то из выступающих очень детально. А Алексей Щельцов рассказал, как выглядело помещение. Это 8 дырок в дверях, это прошерканный пол. И он спросил, а что ты здесь делаешь? И я выдержала, как это принято у нас, совсем секундочку. И сказала, ты правда хочешь узнать об этом? Ну, собственно, вот сам спросил, так тебе и надо называется. И я ему рассказала о том, что в ближайшее время выйдет такой продукт, который, как сказал Алексей, будут звери лизали, и мы будем. Кто-то грыз, и мы сгрызем. И так далее. Что это продукт, который рожден самой природой, и который, там, не знаю, одобрили оленей и моралой. Это цитата. Я, наверное, не так говорила. Наверное, я немножко не так говорила. И вот представьте себе, он думал ровно одну минуту. И он сказал, это потрясающе. Мы будем лучшими в стране. Мы будем первыми в стране. Будем самыми, самыми, самыми. Честно говоря, мне не хватало тогда воображения, чтобы, ну, на так воспринимать эту идею. Продукта нет. Еще даже сертификата на летавит нет. А мы уже будем первыми в стране по каким-то там показателям. Представьте себе. Но первым хочется быть, да, по показателям в стране. И поэтому я сказала, да, мы будем первыми в стране. Ну, в общем, начался такой сложный период, когда нужно было просто ждать. Потому что сертификат могли дать, могли не дать. Не было гост, на который нужно было ссылаться. Я вырезала, если Тамара помнит, оленей из журналов. И думая, что в будущих буклетах это, безусловно, мне пригодится. И так далее. И тогда Татьяна Ивановна поставила задачу найти человека, который возьмет за сбыт этого продукта. Валера решил ее радикально. В ближайшие там несколько дней он пригласил и познакомил Татьяну Ивановну Новоселову с Андреем Борисовичем Красильниковым. То есть моя история с Литовитом, с компанией Аргом началась даже немножко раньше, чем сама компания Аргом. Вот сейчас Людмила сказала, что нам было очень сложно. Нам было архи сложно. Практически, я не знаю, какими словами описать путь тех людей, которые шли первыми. Не было ничего. Это сегодня бизнес профессионал высокого международного уровня учит наших людей планировать и ставить цели, потому что мы с вами не можем. А тогда у нас даже литературы не было. У нас не было ничего малейшей, тоненькой книжечки, чтобы понять этот бизнес, как именно он будет строиться по-российски. А ведь мы с вами не американцы. Я помню, что когда я поехала учиться в Москву, первый мой опыт, когда я слушала профессионалов, я специально поехала в Москву. Это был Денис Перси, американец. И он рассказал о своем опыте в России. Он говорил, знаете, когда я приехал в Россию, я делал все, что нужно делать в Америке, чтобы понравиться людям. Я подходил, человек ухлопал его по плечу, широко улыбался, как у американцев, да, он также улыбается. Хлопал по плечу, улыбался и говорю, привет, как дела? И уже через несколько дней я мог услышать, ты видел этого придурка, который сидит, хлопает по плечу и улыбается. Вот два таких разных мира не могли бы скопировать чисто систему ни одной из компаний, которые американские тогда, безусловно, конечно, американские на рынке уже были. Поэтому компания рождалась, ну, скажем так, в муках. С той разницей, что мучился, как бывает, мама мучается, а папа там как-то непонятно, мучается он вообще или нет, да, может он вообще там где-то с мужиками уже начинает отбывать. А здесь мучилось огромное количество людей. Вы те, которые пришли первыми, я не думаю, что хоть кому-то из них было легко. Вспоминайте, было достаточно сложно, как по минному полю, потому что мало что было понятно. И вдруг вот этот яркий, интересный, харизматичный человек Валера, вы сейчас сказали, он был разный, хороший, плохой, добрый, злой, понятно, он был разный. Почему мне больше попадалась та часть, которая злая, я еще не понимала, что судьба мне приготовила. Ну, мы с Валерой много спорили. Не дрались, но могли. Но, но, мы когда сильно поругаемся, ну, то есть каждый четный день, недели, мы быстрее добегаем домой и набираем, кто первый прибежал, тот и набирает. Тот и говорит, Ир, я тебя не сильно обидел. Это было чудо, потому что если вы вспомните отношения сегодня, все возможно в наших структурах. Кто-то кому-то слово горькое сказал, бежит ли он домой, чтобы быстрее снять груз вот этой вины. Настолько ли он добр, там, не знаю, великодушен, чтобы тут же попросить прощения. Вот Валера, будучи очень разным, его как бы было много, он был такой огромный. Его заслуга, знаете, ее невозможно сегодня оценить. Не те, которые ничего о нем не говорят.